Спортивный клуб Химки баскетбольный знают во всем мире. Что касается футбола, тоже в этом году заняли седьмое место. Валентин Герасимов с гордостью показывает баскетбольный центр, который был построен при его непосредственном участии. Вообще, за 30 лет работы на различных руководящих должностях в спортивной сфере он имел отношение практически ко всем спортивным объектам, построенным в Химках. Сейчас, как депутат от партии «Единая Россия» и лидер движения общественной поддержки, курирует проект «Детский спорт». Мы провели 60 спортивных мероприятий по различным видам спорта. Но я хочу сказать, главная цель этих мероприятий – это привлечь молодежь, детей к систематическим занятиям физической культуры и спорта. Но первое, я хочу сказать, это объединяет детей. Второе, это отвлекает от различных вредных привычек. А мы же проводим мероприятия совместно с родителями. Ну, например, папа, мама и я. Они все вместе. Доступность спортивных объектов, вовлечение жителей в регулярные занятия физкультурой и спортом – это главная идея, которой Валентин Герасимов посвятил свою жизнь. Он признает, что последние пять лет в этом направлении были очень эффективными. За последнее время очень много построено, реконструировано во дворах спортивных площадок, где имеются тренажеры, где имеются площадки с прекрасным покрытием. Можно поиграть и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол, и так далее. Качество спортивных сооружений Валентин Герасимов контролировал лично вместе с участниками движения общественные поддержки. Общественный контроль – это еще и хорошая возможность пообщаться с горожанами. На одну из таких встреч Герасимову обратились сотрудники поликлиники номер 3. Попросили сделать рядом с медицинским учреждением парковку. Совместно с администрацией эту проблему мы решили. Поставили туда знак «парковка для служебного транспорта», «парковка для инвалидов». Во дворе два места выделили, где есть шлагбаум. И практически этот вопрос у нас закрыт. Еще одна встреча с жителями. В доме номер 12 на улице Маяковская планировался капитальный ремонт с полной заменой внутридомовых инженерных систем. Из-за отсутствия подвала все коммуникации находились прямо под полом квартир первых этажей. А значит, пол надо было вскрывать. Жильцы поначалу пошли в отказ. Взаимопонимание нашлось в диалоге. Мы собрали подрядную организацию. Это областная организация. Мы собрали управляющую компанию. Мы собрали жителей. И когда мы людям объяснили, как будем, в какие сроки будем, методику, технологию, вы знаете, вопросов практически не появилось. Письма от горожан. Прием населения два раза в месяц. Обычная депутатская практика. Но бывает, что нужно просто приехать к людям домой. Так, жители дома номер 16 на Кольцевой обратились к Валентину Герасимову с просьбой помочь установить лавочки возле подъезда. Вопрос решился быстро. Обратились бабушки. У подъезда нет лавочки. Но лавочка не только посидеть. Вот он вошел в подъезд. Надо поставить сумку и так далее. Ну, вот вы знаете, обратились к одним спонсорам, поставили лавочку и проблем нет. По словам Валентины Герасимова, только в диалоге с жителями в совместной работе можно достигнуть необходимого результата и сделать жизнь в городе лучше. Александр Гузаев, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.